Свобода Свобода – это тот жупю, в котором сейчас Запад буквально разнуздывает всех людей! Вот что творит эта западная демократия! Это полная потеря всех нравственных устоек! Только ещё борется с чем? Ну, с убийством! Ну, конечно, жалко, а то и меня могут убить! С воровством! Ах, меня могут ограбить! Какие ценности? Где они? Какие нравственные ценности? Скажите! Какие православные ценности? Не скажем! А почему? А нас осмеют! Если мы скажем, что смирение, скажут – э-э-э, пошли вы вон! Да? Кротость? Ничего себе! Воздержание? Да на что нам это нужно? Нет, потому что мы лучше умолчим! Просто будем говорить – христианские ценности! И мы боремся за них! За что? За мир, за демократию, за свободу! А, и права человека ещё! Да-да-да! И права человека названы! Там были! Замечательно! Я просто читаю и думаю – да чего же уже всё! Уже потеряли! Уже христианское сознание куда-то ушло! Мы все перестроились буквально на этот мирской языческий характер жизни! Всё наполнено только этим! И больше ничего! Сама подмена уже ценностей произошла уже у нас! Где? В сознании! Ох, как это важно! И насколько это страшно! Этот процесс, который называется процессом омерщения! Всё! Главное – их подспутный девиз, главный, который не называется, но вот он звучит во всю силу – «Мы вечно будем жить на земле! Дай нам благо на земле!» А там – как Бог даст! «Дай нам благо на земле!» Этот дух, дух сейчас не просто мира сего, то есть мирской. Приходится о чём говорить? Что становится духом современного христианства! Дух современного христианства! Сейчас, пожалуй, самым опасным явлением, конечно, является католицизм. Вы скажете, а почему не протестантизм? Ну, они более-менее понятны! Ну, подчас они такие штучки там выделывают, что сразу скажут – «Ну, нет, это уж никуда не годится!» Христос – там не Бог! Христос – совершенный человек! Богоматерь – не Богоматерь! И чего только нет! Понимаете, когда слишком открыто, то это вызывает прямую реакцию отрицания! А здесь всё головку на бок! Вы обратили внимание у всех? У всех одна поза! Все! Само смирение, на самом деле, что происходит, это, конечно, уже выходит, я бы сказал, за пределы. Уже даже всё мыслимого, немыслимого. Франческо, этот современный Папа, уже в одной проповеди трижды называл Христа дьяволом! Он, наверное, масон просто! Это масоном Христос, конечно, и дьяволом! Кто же ещё? Трижды! Обыгрывая слова какие? Апостола Павла о том, что Христос стал за нас грехом! И он сказал – грехом! А кто источник греха, если хотите? Кто носитель греха? Кто проповедник греха? Вот он и да! Вот Христос и стал за нас! И ух! Папа Римский! А посмотрите, что он написал в своей книжке о Морис Лицетия, о которой уже сами католические даже авторы пишут. Пропаганда, в общем-то, знаете, такой любви? Не христиан, скорее всего, совсем! Пропаганда этой любви языческой! Пропаганда потом восточных ценностей! «Только не подумайте, что восточные отцы, как мы говорим!» «Нет-нет!» «Вы ошибётесь!» Восточных мудрецов – это мудрецов Индии, Китая! И этих восточных мудрецов мы должны подучиться и у них!» И так далее. В общем, это такая книжица, которая стала своего рода неким знаменем современного духа католицизма. Уход от Христа! А что стоит только публичное заявление о том, что у нас с иудеями один Бог? Вы знаете, с кем? С иудеями, для которых Иисус Христос есть кто? Лже-мессия! Лже! Вы знаете, в Израиле до сих пор он, наш священник, и рассказывает, если священник вдруг с крестом, так плюют! Даже харкают! И оказывается, у нас с иудеями один Бог! Вы знаете, что это значит? Значит, для нас уже Христос – не Бог! Вы знаете, что открыто заявляется? Один Бог! Да, Ветхий Завет еще не знал Христа, верно! Но Он пришел! Со всеми доказательствами пришел, явился! И теперь мы, которые говорим, что мы христиане, мы можем сказать, что один Бог! Нет! Ни один Бог у нас с иудеями! Ни один Бог и с мусульманами! Ни один Бог вообще с какими-то ни было религиями! Каким образом? Вы поймите только, на чем идет игра! Это прям, знаете, как вот хитрецы и обманщики, что делают ловкие жулики! Так где? Ведь Бог же один! Один! В религиях обращаются к Нему! К Нему! В чем дело? Слышите ловику? Значит, во всех религиях один Бог! А что не так? Что вы не согласны? Забыли! Сам Христос и тот только образ Отца! Как пишет об этом апостол Павел! Вы понимаете, какая хитрость! В этой идее, что один Бог! В каждой религии свой образ этого Бога, который может в очень разной степени соответствовать тому, кого изображает! Доходило до того, что апостол Павел, помните, пишет? Я не хочу язычников, которые кланялись! Я не хочу, чтобы вы кланялись к тому? Весам! Вы слышите? Христианство боролось с идолопоклонством! С этим поклонством дьяволу! В Бога верили они? Ну, да! Почему же христианство тогда боролось? Еще раз стоит! Вам это придется? Друзья мои, это очень серьезно же! Бог-то, конечно, один! Но каждая религия, по-своему его понимая, по-своему строит и всю свою веру, и всю свою жизнь! Всю свою жизнь стоит по кому? Того, что он Бог, мы не знаем! Кто он? Христианство говорит, вот он открылся в полноте, в возможной полноте, во Христе! Во Христе открылся! И вот, кто такой истинный Бог, мы можем по Христу только, мы можем судить о том, кто такой Бог! И мы кланимся Ему, как вот этому образу Отца, если хотите! В других религиях мы находим совсем другое представление о Боге! Совсем другое! Христианцы утверждают, что Бог есть любовь! А вы знаете, что этого никогда не было в истории? Ни в одной религии! Даже ветхозаветная религия, которую мы называем Бога откровенной религией, что была открыта чуть-чуть! Он прежде всего кто? Справедливый судья! Который знал, кого наградить, а кого наказать! Судья! А не любовь! Да, он справедливый! Только в этом можно сказать! Это некое свойство любви! Но справедливость – это совсем не любовь! Если мать и отец начнут по справедливости относиться к шалостям своего ребёнка, то скоро от ребёнка ничего не останется! Что вы? Недаром на Западе, когда начинают бастовать служащие аэропорта, или собираются бастовать, предупреждают! Знаете о чём? Вы только подумали! Вы думаете о зарплате или ещё чего-нибудь? Нет! Нет! Предупреждение самое страшное! Будем работать точно по графику! То есть справедливо! Всё! И начинает! Вы знаете, что тут начинает твориться? Какие задержки в аэропортах? Какие дикие очереди? Какие скандалы? Невозможно! Что вы? Справедливость, как пишут, это низшие, самые низшие, самые первые ступень того, с чего только может начинаться мораль человеческая! Христианство объявило в Христианстве – Бог есть любовь, а не справедливость! Ибо если бы он был справедливостью, как пишут наши святые отцы, один за другим пишут, что не пишут! Как Иоанн Зотоуст говорит, мы бы, наверное, одного дня не смогли бы прожить! Были бы уже уничтожены гневом Божьим! Это я говорю о высшей, в то время религии ветхозаветной, и то он там справедливость только и мститель! Христианство сказало, что Бог – Троица, а не закрытый в себе монада! И тем самым показало, действительно, показало ещё раз, что такое любовь, кто такое любовь! Ну, подумайте, какие вещи! Что спасает нас, человека, не всемогущество Божие! Что хочу, то и творю! Тебя – в рай, а тебя – в ад! За твои дела! А у нас что? Христианство о чём говорит? Крестом! А всемогущей себе даже нет намёка никакого! Сойди с креста, поверим в тебя! Нет! Это вы где найдёте? Бог, оказывается, не только величайшая любовь, величайшее смирение! Ну-ка, найдите это в какой-нибудь религии! Я о чём вам говорю? Бог-то один! А образы-то Бога! Ой, насколько могут быть разными! И являются, насколько разными! И в каждой религии, в каждой религии кланяются кому? Не Богу, а своему образу Бога! Вот кто является Богом в каждой религии! Вот этот образ! У Афинин – Афина Паллада, или Зевс, Юпитер у греков! Слышите? Вот, оказывается! И вот на этом, как легко мы ловимся! Как легко нас поймать! Правда? Очень легко! Совсем! И что делает Рим? Мы в 1986 году организуем всемирную конференцию религиозную! И с тех пор проходит она каждый год, теперь уже где? На которой все представители, представители всех религий мира, в том числе шаманы эти все, язычники – всё! Все вместе молятся! Какому Богу? Единому! Как? Католики предоставляют свои храмы, то есть свои алтари, престол накрывают, чтобы буддисты могли сверху поставить статую Будды, другие – Кришны, у которых было всего 180 тысяч сыновей, всего-навсего! Вот так! Страх! Фотографируем! Предоставим!